Ассаламу аликум друзья! Вы на канале Чечен Синдром. Друзья, сегодня хотелось бы вам рассказать, о пленении чеченцами под командованием шейха Мансура, великого полководца царской армии, на тот момент унтер-офицер, Петра Ивановича Багратиона, в 1785 году. Отряд полковника Де Пьерри, двинулся в стан шейха Мансура, равнинный аул, Алды. Оставив часть команды у реки, Сунжи, 5 июля 1785 года, 2000-й отряд полковника Пьерри, проследовал к лежавшему в нескольких верстах от переправы аулов. Предупрежденные об опасности чеченцы успели покинуть селение, скрывшись в близлежащем лесу. Шейх Мансур, не желавший войны с Россией, послал парламентеров к царскому отряду, но мирная делегация была расстреляна залпом в упор. Отряд Пьерри ворвался в опустевшее селение, состоявшее из 400 домов, разграбил и жег его. Обнаружены в ауле несколько человек, в том числе и беззащитный старик и мальчик. Были убиты чеченцы, на глазах у которых сжигали их дома, и убивали родных, рвались в бой. Но шейх Мансур медлил. Войско Пьерри двинулось обратно через лес. Шейху Мансуру сообщили о гибели его старшего брата. Чаша терпения была переполнена. Мира уже быть не могло, и Мансур вытащил из ножен клинок. В лесу отряд Пьерри попал в окружение. Со всех сторон зазвучали выстрелы. Царские солдаты и офицеры падали убитыми и ранеными. Отряд Пьерри нес большие потери. В этот момент посланная сверху, из густой листвы, меткая пуля смертельно ранила самого полковника. Оставшихся без командира людей охватила паника. Чеченцы, вытащив шашки и кинжалы, с криком бросились в рукопашную. Раненый в ногу, майор Камарский продолжал вместе с горсткой солдат обороняться штыками от нападавших чеченцев. Но вскоре, получив еще одно ранение, скончался. Уже со всем отрядом Пьерри было покончено. Только одна группа солдат продолжала мужественно отбиваться. Руководил ею 20-летний юнкер-офицер-адъютант полковника Де Пьерри. Под ударами чеченских клинков легла вся группа. Но получившие несколько ранений молодой офицер продолжал биться один. Наконец, обессиленный от потери крови, упал и он. Чеченцы узнали его. У Шурми передали, что этот офицер – сын грузинского князя Баграта из Кизляра. Шейх Мансур видел, как храбро сражался грузин. Он приказал перевязать офицеру раны, положить его на носилки, переправить через Сунжу и отдать русским. Отряд Де Пьерри был уничтожен. 162 солдата и две пушки были захвачены чеченцами. В сумерках факельная процессия горцев вышла к переправе. Шедший впереди с белым флагом седобородый старик и его товарищи перенесли покрытого буркой раненого и положили его у ног русских офицеров. Раненого сразу же узнали. Офицеры хотели вознаградить алдынцев. Но чеченцы сказали, мы храбрых людей не продаем и не покупаем. Этим раненым унтер-офицером был князь Петр Иванович Багратион, будущий герой Отечественной войны 1812 года, немеркнущая слава России. Об этом Петр Багратион рассказал известному исследователю истории Кавказа, академику Петру Григорьевичу Будкову. Друзья, на этом все, если вам было интересно, отблагодарите меня лайком, а кто все еще не подписан просьба подписаться. Спасибо вам и до новых встреч.